Общественный транспорт Ярославля будет экономить на топливе, точнее на том, откуда это топливо заливают. Новая автозаправочная станция была открыта сегодня на территории пассажирского автотранспортного предприятия номер один. По предварительным оценкам, она позволит экономить до миллиона рублей в месяц. За счет чего может быть достигнута подобная экономия, узнал Алексей Казанников. Так и дорога зайдет. Секунду. Так может они заправляться-то будут. Современная автозаправочная станция теперь будет обслуживать весь парк ПТП номер один. Прежняя заправка стояла на этом же месте 18 лет и претерпела значительные изменения. Последние годы она абсолютно не соответствовала современным требованиям. Оборудование уже износилось, разбито было дорожное полотно на подъезде к станции. При поддержке мэрии Ярославля новую АЗС стали строить в июне этого года. Теперь она готова к эксплуатации. Она соответствует всем нормам экологической и промышленной безопасности. Стоит современное оборудование, которое измеряет и качество топлива, и само топливо. Скорость налива увеличилась значительно. Стоит новое насосное оборудование. То есть хорошая современная заправка, которая, надеюсь, нашему предприятию послужит долгое время. Работать заправка начинает уже с сегодняшнего дня. Сразу после торжественного открытия АЗС опробовали. Впервые автобусы предприятия заправились на современной станции. Четвертая колоночка 200. Для ПТП номер один современная автозаправочная станция как глоток свежего воздуха. В первую очередь за счет потенциальной экономии. Предприятие переживает сейчас не лучшие времена по разным причинам. Одна из них давно не повышался тариф на проезд. Все чаще перевозка пассажиров становится нерентабельной. Как сообщил мэр Ярославля, Виктор Волочунас, новая заправка позволит предприятию экономить до 1 миллиона рублей в месяц. Надо искать возможности экономить, снижать издержки и делать так, чтобы коллектив предприятия работал рентабельно и прежде всего без срывов. Как в перевозке пассажиров, так и в выплатах заработной плате, плате налогов и так далее. Топливо для новой автозаправочной станции будут возить бензовозы предприятия, а заправляться только транспорт первого ПТП. Существенное снижение затрат видится и в разнице между оптовыми и розничными ценами. Новая АЗС должна окупиться и начать экономить бюджет предприятия и города уже в следующем году.